ну и бой просто который возглавляет этот месяц этот год этот день на ну на самом деле действительно интересный поединок от шапка у черчаев против рафаля прекрасный поединок интересный поединок с вами на бит вам привет да я рад всех приветствовать это главный бой промоушен наше дело да и я хочу заметить что про этот бой спрашивали да и в чатах писали на прошлом стриме кстати спрашивали да ну как бы окей я понял что интерес к этому поединку присутствует ну и сразу замечу друзья что у нас есть отдельный стримерский канал до агрессив life на этой неделе мы там будем смотреть эйсей который плавно перетекает в юфси в субботу вечером да так что приходите присоединяйтесь и хочу заметить что у нас есть бойцовский клуб где я разбираю другие интересные ивенты вот на этой неделе у нас юфси и как раз таки присловутые си они уже разобраны можете переходить ознакомливаться и каждую неделю там по несколько подкастов где рассказываю про вот интересные турниры сопоставляю с кэфами в общем там заскучать точно не придется ссылочка в описании в закрепленном комментарии а также совсем скоро планируется в выход вот такой вот неплохой обалденный вот такой такого меня сюда вот такой футболки и вот такого пола вот но цвет больше посмотрим будем там экспериментировать скорее всего будут футболки еще в черном цвете пола тоже будут разных цветов пишем какие цвета вообще одежды носим нравится ли вообще дизайн обязательно свое мнение пишем ждем обратную связь и в этом поединке встретиться бойцы которые предпочитают работать стойки но шахал черчаев наверное все таки более универсальный спортсмен да он может побороться вот и здесь конечно интерес именно в том что здесь уже вступают вносится коррективы именно регламент на этого этой организации где партере находиться бесконечное количество не получится и вставание соперника даже не требуется да по факту афаль достаточно интересно работает передней ручкой да он достаточно остро работает джебом и его поединке они достаточно равные поэтому в принципе можно понять почему коэффициенты 50-50 да вот и понятно почему в принципе люди в основном ждут и ищут победу шавхау черчаева потому что очевидно что бой как бы под него слеплен да ну и принципе он звезда как бы на себя внимание привлекает вот буквально недавно в том числе да вот к вышла новость что черчаев травмировал руку до потасовки за день до боя с рафалем но допустим если бы он не травмировал руку да опять же это там может быть просто для хайпа до сделано там травмировал не травмировал это мы не узнаем да точно опять же если травмировал то где травмировал насколько сильно это все это такая философия до основной момент этот что и когда шавхау приходится работать стойки даже с мешками происходит большие трудности да вот бой со снежным барсом это просто ну что-то с чем-то до падали в нокдауны падали падали но поднимались до легендарные песни наверно было из прошлого про этот бой будущем вообще есть вопросы по челюсть есть вопросы по защите есть вопросы по кардио хотя конечно в целом у него она достаточно на хорошем уровне он перемешивается их соперников но они опять же не настолько были высокие да у нас на всех превосходил в габаритах а пальже очень большой джентльмен рафалью как я понял вообще неудобные соперник который ниже его который имеет взрывной стиль ну шавхау он тоже как бы сходных габаритов и стиль конечно взрывной но он работает на на вдаль так скажем да тоже прямыми ударами и здесь уже как мне кажется преимущество будет иметь тот человек который был лучше работать передней ручкой и мне кажется это артем рафаль ну по крайней мере так выглядит на бумаге мне кажется что стоечки будет преимущественно стране рафали как как он будет защищаться от партера и в целом как будет проходить бой это конечно загадка но мне кажется что в принципе победа рафали здесь по моему мнению больше процентном соотношении как думаешь роман пройдет бой да я думаю что если вот сравнивать стойку да здесь действительно скорее всего очень будет важно кто лучше передней рукой работы здесь с тобой соглашусь мы по предыдущим боя можем сделать вывод что у рафаль как раз в основном передняя ручка это и работает по большому счету да даже в тех боях которые у него ну там не очень хорошо получались я как раз таки намекаю на бой с шамилем галимовым да но это та работа которую он там проделывал в основном это джеб и был в принципе да другое дело что к сожалению мало он работал вот даже странновато да как-то но в любом случае сказать что прям супер какой-то односторонний бой мы тоже не можем по большому счету рафаль вообще универсальный спортсмен то есть побороться он может если это нужно в зале он хорошим тренируется да плюс у него там и профбои если я не ошибаюсь тоже есть за плечами форма тоже у него превосходная всегда и как ты заметил по габаритам он не уступает и соответственно еще нужно заметить такой момент что мне кажется у него у него голова как бы покрепче будет вот так вот если сравнивать и здесь как раз таки в этом плане я думаю некоторые преимущества будет если он будет попадать да по голове шавхала чучаева по шавхалу конечно вопросов очень много очень много вопросов да и насколько он вообще сосредоточен да на боях потому что вот по поводу кардио затронутый очень важный момент я хочу отметить что у него раньше в боях было кардио лучше чем в крайних боях ну типа в первых боях и если сравнить вот вот крайние поединки у него у него кардио стало хуже да и с чем это связано это этого мы не знаем да может быть с подготовкой с тренировками непонятно я тоже предполагаю что бороться скорее всего он он будет стараться даже я больше скажу я практически в этом уверен да тем более что если следить за его инстаграм какая подготовка была не конкретно к этому бою а вот предыдущему да где он должен был с хайбати до драться то мы видели что он очень много тренировал именно борьбу именно партер я думаю что скорее всего будет он стараться юзать именно это здесь и вот здесь вопрос да соответственно как у него будут получаться эти переводы сколько он там сможет лежать как будет рафаль защищаться я хочу заметить что рафаль вообще защищается очень неплохо очень неплохо да крайний поединок как раз таки за поясом если я не ошибаюсь был бой против петросяна рафаль проиграл но бой был супер близкий да по большому счету вы можете сказать его залежали и действительно его там переводили было были моменты где у довольно долго контролировали но в целом он все таки в некоторых моментах также защищался крайне хорошо и в целом бой очень близкий выдался да и нужно заметить что это был пяти раундовый поединок собственно с кардио у рафаль по большому счету ну у меня лично вопросов особо нету да он вполне себе вменяемо все пять раундов работать может я считаю что если вот по равным кэфом рассматривать учитывая все вот эти вот моменты да что чуть черчаев тут то выступает у не уступает непонятно опять же повторюсь насколько он сосредоточен он уже вызывает следующего бойца до типа ну типа бой с рафалем уже прошел а он еще не прошел хотя кто знает там кто знает это поп мм и может быть все эти бои уже прошли да мы сейчас записи только посмотрим ну ну да ладно это шутка в которой есть доли шутки я бы хотел по равным кэфом поболеть за артема рафали если честно мне он импонирует больше опять же как я всегда говорю без какого-то неуважения черчаеву нужно отдать должное в том что знаешь он такой супер медийный он прям привлекает к себе да где в нем внимание фанатов все все хотят посмотреть и знаешь какие-то вот эти ситуации которые он делает которые расходятся мемы с них вот эти вот в любом случае я считаю что это влю это все равно позитивно да ну типа все все бойцы получают больше внимания да если он там присутствует так что безусловно он тоже молодец но повторюсь по равным кэфом я бы все-таки за артема рафали поболел у меня поменьше к нему вопросов и думаю на мой личный взгляд что чуть-чуть у него все-таки побольше шансов да и также не забываем про наш подкасты на наш право вальцовский клуб где разборы выходят каждую неделю на полные карты эйсей белатр и фл на этой неделе у нас и сею все да так что бегом просто смотрим и кайфуем всем пока